В аудитории Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики свободных мест почти не осталось. Студенты отложили свои гаджеты и смотрят на экран. На этот раз занятия проводили сотрудники ГАИ, скорой помощи, МЧС и общественники в формате краш-курса. Когда наглядно показывают, что действительно страшные ДТП, страшное видео, это стоит придумать молодежи о том, что действительно их ждет на дороге. И что любая оплошность, любое невнимание, любое отвлечение от дороги, от движения, от других автомобилей, от пешеходов, можно понести неотратимое, конечно же, печальное событие. Сотрудники полиции вместе с общественными организациями подготовили для студентов видеоролики. В них последствия реальных дорожно-транспортных происшествий, а также интервью с потерпевшими и виновниками аварий. Многие сидящие в аудитории – это те, кто скоро получит права или недавно сел за руль. То есть молодые водители. Понятие «молодой водитель» – это водитель, у которого стаж менее двух лет. Таких граждан попадают в дорожное происшествие, безусловно. И по каждому факту ДТП, госавтоинспекция детально разбирается, где этот гражданин учился, где, соответственно, и как он получал водительское удостоверение, и вообще его весь путь, начиная с выдачи водительского удостоверения и до момента ДТП. Сотрудники скорой медицинской помощи не только рассказали о своей работе на местах дорожно-транспортных происшествий, но и дали несколько советов, что делать, если стал очевидцем ДТП с пострадавшими. Во-первых, обратиться к этому пострадавшему, узнать его степень сознания. Наличие каких-то жалоб, наличие каких-то ощущений о наличии повреждений. Если же пострадавший сам говорит, что он чувствует себя хорошо, да, он двигает конечность, спокойно общается, не заторможен, речь правильно, то он вполне, как сказать, адекватный, ему можно оказать самостоятельную помощь. Если же какие-то есть жалобы, что наличие повреждений конечности, что чем-то он не может подвинуть, чем-то он не может сделать, то здесь, конечно, в первую очередь это вызов помощи, медицина катастроф, скорая помощь, МЧС. Такие краш-курсы проводятся не только в учебных заведениях Самары и области, но и по всей стране. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События.